А кстати, ты слышал о новом и очень важном для родственников евреев решении Высшего Суда Справедливости Богатца? Нет, еще, а что там с родственниками? На прошлой неделе Высший Суд Справедливости постановил, что вдова сына или внука еврея может получить израильское гражданство и статус нового репатрианта в силу закона о возвращении. За постановление проголосовали двое судей Богатца против одного. До 2016 года сотрудники организации под названием НАТИВ, консульства по репатриации, бюро по связям, замечательно выдавали вдовам детей и вдовам внуков евреев визу на репатриацию. И впоследствии Министерство внутренних дел в Израиль выдавало им гражданство. В 2016 году МВД, с моей точки зрения и с точки зрения Верховного Суда, незаконным путем и точно путем не публичным поменяло правила игры. Они не изменили закон, но они изменили свое толкование. Я исхожу из того, что в демократических странах не должно быть тайных законов. МВД, очевидно, исходит с другого правила. Так вот, несмотря на то, что сам закон о возвращении не проводит никакой демаркационной линии, никакого различия между разными вдовами, МВД считает, что нужно читать букву закона следующим образом. Вдова еврея получит право на гражданство. Вдова сына еврея получит некий вид на жительство в зависимости от того, где живут ее дети. Вдова внука еврея пойдет лесом. И были совершенно вопиющие случаи на переходном моменте, когда женщина из одного украинского городка пришла к консулу и сказала, что она хочет репатриироваться, вдова внука еврея. Но она не была уверена, что она сможет это сделать в течение полугода срока действия визы. Она вначале хотела продать свою квартиру. Без проблем, сказал ей консул, идите продавайте квартиру. Когда продадите, придете ко мне, я вам поставлю визу. Она продала квартиру. Пришла к консулу, он развел руку. И сказал, извините, правила игры изменились. И она осталась в Украине с деньгами, но без крыши над головой. И действительно, на прошлой неделе это дело было рассмотрено Верховным судом. И большинством в два голоса было принято решение о том, что толкование Министерства внутренних дел не имеет законных оснований. Оно не базируется на законе о возвращении, ни на самом законопроекте, так как он продавался. То есть это толкование не законно. Если бы МВД до того, как поменять правила игры, вначале заявило бы о намерении изменить толкование, была бы некая общественная дискуссия, МВД смогло бы избежать этого решения, которое в нормальной стране должно быть. Но самый интересный момент в этом решении все-таки заключается не в этом, а в том, как разделились голоса. Из трех судей два условно считаются либералами, а третий считается консерватором. И двое либеральных судей проголосовали за то, чтобы вдовам детей и внуков евреев давать гражданство. А судья-консерватор проголосовал за то, чтобы не вмешиваться в позицию в МВД. Для меня это странно, потому что судья-консерватор, он не только консерватор, он еще и религиозный человек. А в Торе куда больше, чем один раз написано, что нельзя притеснять сирот и вдов, потому что рабами были мы в земле египетской. И то, что религиозный судья закрыл глаза на это предписание, для меня является удивительным, неприятным удивлением. И можно порадоваться тому, что все-таки в этой тройке нашлись два судьи, которые не делят между собой вдов евреев. Потому что, по-хорошему, мы, выходцы из Советского Союза, прекрасно понимаем, когда русская женщина выходила замуж за Рабиновича, она не проверяла, он галахический еврей или еврей по папе. И она сталкивалась ровно с таким же антисемитизмом, даже если ее муж был сыном еврея или только внуком еврея. Поэтому я думаю, что решение суда, несмотря на то, что оно вынесло большинством голосов, безусловно, правильное. Редактор субтитров А.Семкин